итак давайте продолжим нашу лекцию чем презентацию леонид все видно слышно все хорошо надеюсь что да да все видно спасибо не слышно отлично итак продолжим знакомство с окислительными процессами помимо процессов о которых я говорил это процессы когда квант большой энергии попадает в молекулу и и разрушает и когда кислород взаимодействует с какими-нибудь органическими молекулами есть еще проблема которая связана с тем что довольно легко окисляется восстанавливаются элементы переходной группы элементов а для эритроцита это особенно важно потому что железо относится как раз к таким элементам вот здесь показан гем внутри молекулы гемоглобина и в центре этого гема желтенький это как раз элемент из переходной группы элементов это железо железо как мы знаем может быть двухвалентным может быть трехвалентным но на самом деле у него незаполненная предыдущая оболочка не валентная ниже лежащая и это незаполненная оболочка тоже участвует в образовании связи которые называются координационными и в геме железо закреплено именно к шестью координационными связи пять из них на четыре в кольце гема пятое с кистидином молекулы гемоглобина а шестое это место для кислорода и кислород связывается и отвязывается именно через эту координационную связь не меняя при этом валентности железо и не меняя его реакционной способности и железо работает таким образом в геме только в своем восстановленном состоянии двухвалентное железо это то что нужно для того чтобы гемоглобин нормально работал но поскольку кислород находится в непосредственной близости от железа несмотря на такую электронную структуру гемо которая так хорошо стабилизирует координационные связи время от времени кислород вступает в валентное взаимодействие с железом и происходит окисление железа и при этом электрон с молекулы с иона железа переходит на молекулу кислорода у кислорода оказывается лишний электрон а железо оказывается трех валент это влечет за собой целых два потока неприятностей первый поток это то что кислород у которого есть лишний электрон очень реакционно способен мы сейчас дальше посмотрим к чему это приводит а второе это то что окисленное железо не может эффективно работать в геме и мы потеряли гемоглобин молекулу гемоглобина и естественно в эритроциде есть реакции которые восстанавливают железо гемо обратно для того чтобы не терять функциональную способность гемоглобина окисление железо происходит в среднем на одно взаимодействие из 10 в 5 взаимодействие кислорода с кислорода с гемоглобином ну и хоть это 10 в 5 то есть вероятность этого окисления не очень велика тем не менее если бы не было системы которая защищает который восстанавливает назад окисленное железо то весь гемоглобин в эритроциде окислился бы но за максимум за сутки а то и быстрее а так гемоглобина эритроциде работает 100 дней два порядка дает система защиты ну или восстановление окисленного железа в геме так что очень важная система мы будем они потом говорить но пока продолжим взаимодействие знакомства с редокс метаболизмом с окислительными реакциями в первую очередь значит еще один механизм четвертый который в эритроциде играет тоже очень важную роль это окисление железа окисление гемоглобина для окисления элементов переходной валентность при этом железо не становится радикалом она просто окисляется и окисленное железо довольно стабильно она не очень-то реакционно способна его специальным образом нужно восстанавливать для этого нужна дополнительная энергия а вот кислород который получил лишний электрон кислород и без того то довольно агрессивный окислитель который взаимодействует с очень многими связями химическими кислород у которого появился лишний электрон он имеет специальное название он называется супероксид радикал это еще более реакционно способное соединение супероксид радикал настолько активен что он может оторвать электрон практически от любой химической молекулы биохимической молекулы какой угодно органической и при этом происходит следующее кислород который забрал электрон у кого-нибудь ну например у кислого гемоглобина он становится супероксид радикалом а супероксид радикал отнимает электрон еще у кого-нибудь все равно у кого он практически может отнять электроны любого соединения какое только можно себе представить за очень редкими исключениями но если на супероксид радикали появится еще один электрон но это будет молекула о 2 2 минуса эта молекула которая очень хорошо связывает протоны из воды он присоединит этот такой кислород такой пересыщенный электронами присоединит к себе два протона и образует молекулу которая называется перекись водорода но уже с вами они немножко говорили и она тоже является активным окислителем она тоже склонна забирать электрон у кого-нибудь еще и если молекула перекиси водорода связывает еще один электрон появляется отрицательный заряд она может забрать протон из воды поскольку все происходит в водной среде мы протонами не лимитированы сколько угодно протонов можно связывать то что получается в результате получается вода плюс ваш радикал то есть опять не спаренный электрон опять ваш радикал тоже радикал кислорода но уже другой немножко радикал кислорода он тоже очень агрессивен тоже может связывать отнимать электрону у кого угодно и образовывать соединение которое называется вода всем нам хорошо знакомое соединение а что же собственно говоря происходит с кислородом почему он такой агрессивный зверь почему он так активно провоцирует окислительные процессы и не просто какое-то одно окисление оторвал электроны все успокоился целую цепочку процессов которая суммарно означает отнимание четырех электронов у каких-то других молекул и в результате кислород восстанавливается до воды из одной молекулы кислорода получается две молекулы воды ну понятно по количеству атомов все сходится а почему такая интересная штука дело в том что молекула кислорода состоит из двух атомов кислорода каждый атом кислорода имеет 6 валентных электронов а нужно для полной для стабильной электронной оболочки нужно 8 то есть каждому из них не хватает двух электронов что происходит когда происходит образуется молекула кислорода каждый из атомов кислорода отдает два своих электрона в обобществленные пары и поэтому получается что у кислорода у которого на самом деле не хватает четырех электронов образуется две ковалентные связи то есть кислород это молекула в которой есть двойная связь каждые два атома кислорода связаны между собой двойными связями то есть четырьмя электроны эти четыре электроны об обобществленные молекуле кислорода они конечно довольно стабильные поэтому кислород в общем то стабилен но тем не менее тот факт что на самом деле каждому из атомов кислорода не хватает двух электронов он себя оказывает и поэтому молекула кислорода несмотря на то что она стабильно и каждый из атомов имеет вроде бы заполненную электронную оболочку но она заполнена ущербно за счет об об обществлении электронов с другим атомом кислорода и это менее стабильное заполнение оболочки чем присоединение новых электронов и поэтому и кислород легко присоединяет к себе электроны и когда он забрал один электрон он превращается в супероксид радикал этот лишний электрон где-то там болтается по общим так сказать и делокализованным орбитом вокруг этих двух атомов кислорода и очень настоятельно требует себе еще одного электрона и когда присоединяется второй электрон то каждый из атомов кислорода которые входят в эту молекулу уже имеет всего недостаток одного электрона до полной оболочки то есть по 7 электронов на каждого таким образом одна из двойных связей которые связывают между собой два кислорода разрушается благодаря этим новым электронам и каждый электрона каждый атом кислорода имеет 7 своих электронов и один обобществленный и это молекула перекиси водорода в ней уже одинарная связь связывает между собой два кислорода два атома кислорода а лишние электроны на каждом из атомов кислорода дают возможность образовать связь с протоном эта связь уже не ковалентная это ионная связь протон заряжен положительно кислород заряжен отрицательно и из-за этого лишнего электрона и этот лишний электрон продолжает оставаться вблизи кислорода они нам не уходят на водород связь между ними получается иона значит ион водорода то есть протон и положительно заряженный ион кислорода отрицательно заряженный лишним электронам образует связь эта связь такая целевая ионная связь и благодаря этому молекула перекиси водорода оказывается довольно приличным диполем у нее положительные заряды на атоме водорода на атомах водорода и отрицательные заряды на ядре из двух кислородов они не скомпенсированы полностью и поэтому эта молекула имеет отрицательный заряд на кислородах и два положительных на водородов что создает дипольный момент в силу симметрии этот дипольный момент отчасти компенсирован но тем не менее это молекула является приличным диполем и самое главное эта молекула еще хочет электронов ведь для полного насыщения кислорода электронами не хватает еще двух электронов и поэтому перекись водорода тоже является мощным окислителем она может отнять электрон у многих молекул и отняв электрон эта молекула переходит такое состояние в котором один из атомов кислорода имеет полный набор электрон если он возьмет к себе это это означает что появление этого электрона в молекуле перекись водорода делает ее неустойчивой она распадается при распаде один из атомов кислорода оказывается заполненным полностью у него все восемь электронов у него получается от два отрицательных заряда и он быстренько из воды присоединяет к себе два протона и получается вода молекула которая уже стабильно она не является окислителем она не норовит отнять электрон у кого бы то ни было она уже насыщена по электрону а вторая половинка молекулы перекиси водорода продолжает оставаться радикал ей не хватает одного электрона и она немедленно старается отнять этот электрон еще у кого-нибудь и этот самый ваш радикал он гораздо более реакционно способен чем перекись водорода и он агрессивно отнимает электрон у кого-нибудь и в результате у него тоже становится восемь электронов и он превращается в инертное достаточно соединение в воду но это соединение как мы знаем уникальное и для жизни играет абсолютно важнейшую роль благодаря тому что кислород так хорошо любит электроны что все эти восемь электронов остаются на нем а два протона соединяются ионной связью из остаются положительными поэтому молекула кислорода молекула воды оказывается мощным диполем наверное одним из самых сильных дипольных диполе которые есть молекулярной среди множества разных молекул и поэтому это определяет уникальные свойства воды высокую диэлектрическую проницаемость и кучу разных других свойств из-за которых мы собственно и можем существовать поэтому вода конечно исключительно важное соединение но тот факт что между кислородом и водой лежит пропасть из четырех электронов которые надо откуда-то взять она приводит к тому что цепочки радикальных процессов которые происходят в водных растворах в присутствии кислорода они оказываются не просто цепочка ну реакции продолжения цепи вот собственно говоря цепь о которых мы говорили в начале вот они здесь реально показаны радикал может взаимодействовать с кислородом образа отдать ему свой электрон и и получится отдать свой электрон присоединиться к этой молекуле и образовать аналог супероксид радикала но только органический этот органический радикал может отнять электрон у кого-нибудь еще и образовать новый радикал r1 r1 может отнять электрон у какого-нибудь r2 и так далее цепочка это может продолжаться до бесконечности пока не произойдет реакция обрыва цепи и так значит есть реакции инициации цепи мы с вами их рассмотрели но они конечно это не все мыслимые реакции но главное мы с вами рассмотрели реакции продолжение цепи это бесконечная химия состоящая из тысяч разных реакций может быть из десятков тысяч и даже всего перечислить просто невозможно химики бы начали классифицировать эти реакции я не буду потому что это как бы немножко уходит сильно в сторону просто важен факт что в ходе радикальных процессов в цепочке радикалов возникают самые разные радикалы и среди них могут быть высоко активные агрессивные радикалы а могут быть достаточно инертные или слабо реакционно способные радикалы но оказывается что реакция инициации цепи и реакция продолжения цепей не полностью описывают то что в этой системе происходит есть еще реакции которые приводят к размножению радикалов а вот это вот уже очень неприятная вещь схема на которой я вам показывал как превращение кислорода в воду состоящие из присоединения четырех электронов было бесплотной это были какие-то абстрактные электроны неизвестно откуда взявшиеся но давайте наполним эту схему жизнью и поставим туда какие-то реальные процессы ну например кислород сначала забрал электрон у железа и получил супероксид радикал супероксид радикал отнял электрону какой-то органики r и получилась перекись водорода плюс радикал r перекись водорода про взаимодействовал с каким-то радикалом r есть тоже r это некое обобществленное понятие это могут быть совсем разные r в первой реакции во второй это просто какие-то соединения у которых супероксид радикал и перекись могут отнять электроны в результате появляется вода ваш радикал и еще один радикал r и наконец ваш радикал может отнять электрон еще у кого-то в соответствии с нашей рассмотренной раньше схемой и при этом образуется вода и еще один радикал результате у нас в первой реакции образуется один радикал во второй реакции новый радикал появляется но общее количество радикалов не увеличивается радикал о 2 минус супероксид радикал превратится в радикал r 3 реакции у нас не было ни одного радикала перекись водорода не радикал и r не радикал образовалась сразу два радикала и наконец четвертая реакция это тоже реакция продолжения цепи образовалась ноль радикалов один радикал превратился в другой суммарно процесс восстановления кислорода до воды приводит к возникновению трех радикалов а что это такое но это означает что радикал производная от радикалов то есть д радикал по дт будет пропорционально по крайней мере трем радикалов каждый из этих радикалов может образовывать новый радикал и поэтому уравнение имеет вот такой вот вид значит скорость образования радикалов пропорционально самим радикалом и плюс но некоторый стоп какая часть этих радикалов вступает в реакции которые не приводят к продолжению цепи куда-то радикал одевается мы еще об этом поговорим но главное здесь другое это то что радикальный процесс обладает свойством автокатализа радикалы катализирует образование новых радикалов и кинетика радикальной реакции оказывается может быть экспоненциальной то есть зависимость от времени концентрации радикалов во времени может нарастать экспоненциальным образом а экспонента это атомный взрыв любая цепная реакция с размножением это страшная вещь но мы больше всего наслышаны о разветвленных цепных реакциях при распаде атомов урана и мы знаем что это есть основа для атомной бомбы когда распад атомов урана который идет с размножением нейтроны образующиеся при этом распаде вызывают образование новых и новых нейтронов во все больших количествах это приводит взрывной кинетике это и есть экспоненциальная кинетика нарастание концентрации но в том случае это концентрация нейтронов и выделение бешеного количества энергии в данном случае это нарастание концентрации радикалов который тоже ничуть не лучше хватиле энергии не очень много выделяется но тоже кстати выделяется но при этом концентрация радикалов возрастает экспоненциально. Для того, чтобы лучше представить себе, что это такое, возьмем простейшую химическую реакцию, в которой эти все процессы имеют место. Смесь кислорода с водородом. У водорода очень легко отнять электрон, а кислород это легко делает, и при этом образуются радикалы. Но водород-то превращается в протон, он никакой не радикал, а кислород-то превращается в супероксид-радикал, отнимает электрон еще одного протона и так далее. И количество радикалов в этой системе начинает экспоненциально возрастать. С химиком этот пример хорошо знакомен, но и в школе о нем много говорят, потому что смесь водорода с кислородом – взрывоопасная штука. Любая случайность, любая причина, которая даже просто температура относительно невысокая, практически комнатная, которая могут вызвать образование первых радикалов, приведет к взрыву. Нарастание продуктов реакции будет происходить взрывообразным образом, при этом выделится огромное количество тепла, и продуктом будет вода. Всего-то навсего. Казалось бы, настолько безобидная вещь. Ну, кислород, к которому мы очень уже хорошо привычны, вода, которую мы вообще считаем совершенно безвредной и замечательной жидкостью. Все как бы... Все хорошо. А тем не менее взрыв и выделение огромного количества энергии. И вообще считается, что эта реакция, она одна из самых перспективных для получения энергии. Но хотелось бы только, чтобы реакция водорода с кислородом не приводила к взрыву, а приводила, скажем, к образованию электрической энергии. Это в водородных элементах. Или в двигателях внутреннего сгорания использовалось. Это чистое топливо, замечательный источник энергии. Все хорошо. Но суть в том, что в основе всего этого лежит радикальный цепной процесс, процесс с размножением. И кинетика такого процесса чрезвычайно опасна. Она экспоненциальна, она взрывчата. И поэтому, если система переходит в процесс, в котором концентрация радикалов растет, то есть показатель этой экспоненты оказывается положительным, то любая система гибнет. И в том числе биологическая система. И поэтому эритроцит, в котором все эти реакции возможны, там есть кислород, там полно всякой органики, из которой можно отнять электрон. Окажется в ситуации, когда этот показатель степени будет положительным, то такой эритроцит на наших глазах погибнет. Произойдет лизис этой клетки, она быстро разрушится полностью. И это очень легко наблюдаемое в эксперименте явление. Достаточно спровоцировать окислительные процессы в эритроцитах, как эритроцит на глазах лопнет. Как же существует все это дело реально? Мы же живы, эритроциты у нас живут по 100 дней, не лопаются, никаких катастроф не происходит. Для того, чтобы это так было, требуются специальные реакции. Реакции, которые защищают наш организм. Реакции, которые показатели этой экспоненты делают отрицательными. Вот эти вот все омега-атер, которые приводят к гибели радикалов, это исключительно важная вещь. И вот мы сейчас этим и займемся. Это процессы, которые называются реакциями обрыва цепи. Ну, за счет чего может произойти обрыв, уменьшение показателя размножения? Ну, во-первых, если два радикала, взаимодействуя друг с другом, образуют пару электронов, то есть ковалентную связь. Тогда все стабильно, ковалентные связи стабильны и не норовят размножаться. И если это был радикал супероксида, типа супероксид радикала, и он взаимодействует с другим радикалом, то возникнет перекись водорода. Не очень, конечно, приятное соединение, но все-таки лучше, чем радикал. Ну, или два перекисных радикала взаимодействуют друг с другом, образуется другая перекись и кислород. То есть, в принципе, может быть обращение. В каких-то реакциях кислород, с которого все началось, вернется назад в свое кислородное состояние. Все эти реакции приводят к обрыву цепи и уменьшают показатель в экспоненте размножения радикалов. И эти реакции должны доминировать в клетке. Эритроцит должен быть защищен от окислительного взрыва. И те малые неприятности, которые возникают из-за того, что все-таки абсолютно пресечь эти радикальные процессы нельзя, они сказываются для эритроцита в виде дырок в мембране. Когда окисляется очень малая часть молекул мембраны. Несколько, один процент, может быть, одна десятая процента. Очень маленький процент. И мы считали, и вот много лекций было посвящено тому, что я разбирал подробно, как организм защищается от этих дырок, от этих небольших окислений липидов в мембране. Но оказывается, на самом деле это все сидит на атомной бомбе в буквальном смысле слова. И что если эти процессы, которые приводят к окислению липидов и таким вот большим сложностям по защите от этого окисления, вдруг предоставить сами себе, то эритроцит не просто увеличит, но в эритроците увеличится проницаемость мембраны на сколько-то процентов или в несколько раз. А эритроцит просто будет лизирован практически мгновенно. За доли секунды никаких эритроцитов в системе не будет вообще. И вот для того, чтобы это не произошло, в нашем организме есть целый ряд защитных систем. Против кислорода есть два фермента, замечательных совершенно фермента, без которых мы бы не могли жить вообще. Один из них называется супероксид дисмутаза. Чем этот фермент замечательен? Он может связывать кислород, точнее не кислород, а супероксид радикал, и при этом не реагировать с ним. Это редкостное свойство. Вообще-то говоря, супероксид радикал, сталкиваясь с любой молекулой, отнимает у нее электрон очень легко. Но вот от супероксид дисмутазы он не может отнять электрон, если попадает в ее активный центр. И он там сидит, пока туда не прилетит второй супероксид радикал. Такой вот замечательный, совершенно уникальный активный центр. И когда в этом активном центре встречаются два супероксид радикала, они могут друг с другом провзаимодействовать. Один отдаст электрон, другой возьмет электрон. И эта реакция, которая называется реакцией диспропорционирования, приведет к тому, что у нас вместо двух супероксид радикалов будет кислород, что нам уже знакомо и не очень опасно, и перекись водорода, что тоже не супер, но по крайней мере лучше, чем два радикала супероксида. К тому же в нашем организме есть еще один фермент, который называется каталаза, и его тоже довольно много везде, в эритроцитах очень много, который диспропорционирует перекись водорода. И как мы видели с вами, перекись водорода, окисляя что-нибудь, сама давала радикал, и там образовывался радикал, и вообще перекисное окисление, чего угодно, липидов в первую очередь, вещь крайне неприятная и опасная. Но каталаза тоже такой замечательный белочек, который может связать перекись водорода так, что она не вступает в реакции с молекулой каталаза. И сидит себя там спокойненько, не взаимодействуя с другими молекулами, и не взаимодействуя с самой каталазой, пока туда не прилетит вторая молекула перекиси водорода. И когда там появляется вторая молекула перекиси водорода, то там начинается сложный процесс последовательного переноса электрона с одной молекулы водорода на другую молекулу водорода, который состоит из минимум двух стадий. Два электрона надо перенести, чтобы сделать из молекулы водорода две молекулы кислорода и, соответственно, две молекулы воды. И вот эти два одноэлектронных переноса, которые сопряжены с возникновением радикальных состояний, они происходят внутри молекулы каталаза и не приводят к размножению радикалов. И продуктом этой реакции является образование кислорода и двух молекул воды. В результате эта пара ферментов, супероксид дисмутаза и каталаза, проводят окислительно-восстановительные реакции, связанные с возникновением супероксид радикала, так что превращают, не дают возможности возникнуть радикалам. Они уничтожают супероксид радикал и продуктом при этом является вода. Радикалы, которые здесь есть, не портят ничего, переходят в конечном итоге в молекулу воды, восстанавливают лишние электроны, восстанавливают воду, а кислород возвращается назад в свое исходное состояние. Это исключительно важная цепочка процессов, и эти два фермента абсолютно важны. И казалось бы, ну вот вроде бы хорошо, все, что связано с супероксид радикалом, мы уже ликвидировали. Да, это правда, но не мгновенно. Какой бы большой ни была концентрация супероксид дисмутаза и каталаза, у нас все равно какое-то количество супероксид радикалов и молекул перекиси успеет прореагировать с другими молекулами. И, как мы видели с вами, при этом возникнут другие радикалы. Это может быть супероксид какой-то органики, а могут быть радикалы типа OH или органические радикалы типа R с точкой. Все они не являются субстратами ни для супероксид дисмутаза, ни для каталаза. И поэтому неизбежно они, хоть и ослабленные, но могут продолжать оставаться угрозой для клетки и могут вызвать процесс неконтролируемого размножения радикалов и экспоненциальный рост разрушений в клетке. Поэтому нужны какие-то процессы, которые позволяют остановить все радикалы. Не только те радикалы, которые возникают из кислорода, которые являются как бы главным злом, но и все остальное, что успело прорадикализироваться, тоже надо уничтожить. И главным соединением в этом метаболизме является молекула, которая называется глютатион. Это трипептид, в котором три аминокислоты. Глутаминовая кислота, цистеин и глицин. Но эти три аминокислоты соединены между собой неправильно. В обычной цепочке у нас реакция между между глутаминовой кислотой и цистеином должна была бы происходить на другом конце этой молекулы, там, где у нас альфа-углерод, где находятся аминогруппа и карбоксильная группа на одном углероде. Вот это внизу. Вот если бы у нас произошло соединение аминогруппы цистеина с карбоксильной группой вот этой, то у нас бы образовалась нормальная цепочка. Глутамин, цистеин, глицин. Трипептид из трех нормальных совершенно аминокислот, соединенных нормальной пептидной связью. В данном случае глутаминовая кислота присоединена ненормальной, но тоже пептидной связью. Ненормальная она не в смысле химии, химически это абсолютно нормальная пептидная связь, ничуть не хуже, чем все остальные. Но она сделана с гамма-глутаминовым остатком, с гамма-глутаминовым углеродом молекулы глутамина. Вот счет химики ведут углеродов от углерода, который соединен с аминогруппой и карбоксильной группой одновременно. Это как бы базис, основа любой аминокислоты. Вот такая вот штука. И поэтому углерод этот называется альфа. А те, которые присоединяются сбоку, боковые остатки, они дальше считаются, начиная от этого. Этот углерод будет бета, этот будет гамма. И вот этот вот гамма-глутаминовый остаток со своей этой карбоксильной группой вступает в реакцию с цистеином и образует вот такой гамма-глутамил цистеинилглицин. Я прошу прощения за опечатку. Здесь буквка «Ж» получилась. На самом деле это не «Ж», а «гамма». Это гамма-глутамил со стеином в лице. Молекула эта синтезируется с помощью специальных ферментов, не с помощью рибосом. Каждая из этих пептидных связей образуется своим ферментом. Это некая метаболическая система, которая занята синтезом этой молекулы, которая его, ее, эту молекулу в клетках делает. и концентрация молекул глютатиона в крови, в эритроцитах очень велика. Эта концентрация сравнима только с концентрацией АТФ, и даже превышает немножко концентрацию АТФ. Так важно иметь этой молекулы достаточно много. А почему собственно важно? Чем эта молекула так примечательна? Она примечательна тем, что в ней есть СН-группа. СН-группа цистеина, который сидит в середине этой молекулы. И это есть главное достоинство этой молекулы, потому что сера это атом, который достаточно легко вступает в окислительно-восстановительные реакции, и при этом сера как бы вроде бы и реакционно способна, но не настолько, как, скажем, углерод или водород или кислород. Она более спокойная, поэтому радикалы серы менее агрессивны, чем радикалы других веществ. И поэтому СН-группа вот этой молекулы глютатиона является очень хорошим восстановителем. Она с легкостью отдает свой электрон и при этом образуется радикал, но это радикал серый, и он не очень агрессивен. И есть еще одна молекула в наших клетках, в эритроцитах в первую очередь, которая называется токоферол или витамин Е, которая тоже служит источником электронов. Взаимодействуя с радикалами, она склонна отдавать им свой электрон из кольца. Вот из-за того, что у него есть кольцо, ароматическое кольцо, вот это левое колечко на этой молекуле, вот эта штука. И здесь куча электронов, которые делокализованы по всему этому кольцу, они благодаря этому гораздо слабее связаны, чем все остальные. И поэтому от ОН-группы, ну, по сути, от всего этого кольца может быть оторван электрон и отдан какому-то радикалу. То есть это вещество довольно хорошо реагирует с радикалами. И при этому возникает собственно радикал витамина Е, радикал токоферола. Но этот радикал тоже, по счастью, гораздо менее реакционно способен, чем другие радикалы. И очень часто наиболее вероятное событие, которое при этом происходит, это реакция окисленного радикала токоферола с глютатионом, с той самой молекулой, о которой мы только что говорили. При этом витамин Е восстанавливается, токоферол возвращается в свое исходное состояние, он отнимает электрон, который он потерял, у него электрон забрали какие-то радикалы. ему не хватает одного электрона, чтобы вернуться в свое исходное состояние. Он его забирает у глютатиона, переходит в свое исходное состояние, а глютатион становится радикалом. Возникает глютатион радикал, молекула, у которой не хватает одного электрона. Этот радикал не очень реакционно способен и замечательным образом он склонен к реакции с аналогичным радикалом. В результате образуется окисленный глютатион. И вот это самое главное достоинство глютатиона. Он легко отдает свои электроны и при этом образует радикалы, которые не очень реагируют с другими молекулами, а по большей части они соединяются друг с другом и образуют окисленный глютатион. И таким образом, если происходит какое-то взаимодействие с радикалом, вот этот радикал типа органического супероксида с агрессивным лишним электроном отнял у кого-то электрон, если это произошло так, что он отнял его у витамина Е, то мы тем самым этот радикал погасим, потому что лишний электрон который тут появился, он уйдет в конечном итоге в глютатион. Но, конечно, не все реакции, не всегда это так происходит. Иногда возникший радикал витамина Е может претерпеть внутреннюю конверсию электрон, или это показано на вот тут вот внизу, этот неспаренный электрон пробежался по этой цепочке и оказался на углероде, который не находится в этой ароматической системе, и, соответственно, разорвалась одна из ковалентных связей в этой молекуле, и образовался радикал, который уже не может починить глютатион. И это окисленный токоферол, он тоже не очень агрессивен, как радикал, но, тем не менее, он уже не очень полезен, как защитное вещество. А по-другому этот радикал может взять электрон у какого-то другого радикала и перейти в окисленное состояние, в котором вместо OH-группы здесь двойная связь и просто О. И эта молекула тоже уже становится бесполезной с точки зрения защиты, и она ни с кем другим не реагирует, но сам токоферол при этом выводится из процессов жизнедеятельности. Таким образом, значит, главными соединениями, с помощью которых клетка защищается от радикалов не кислородных, а тех, которые возникли, если продукты восстановления кислорода успели с кем-то прореагировать, супероксид радикал, перекись водорода, и с ними борьба идет очень простым способом. Эти радикалы нейтрализуются благодаря возникновению новых радикалов, которые более инертны. Не удается сразу убить радикалы, как это делает супероксид дисмутаза. Но можно сделать радикалы, которые будут не очень реакционно способны, а будут склонны образовывать между собой связи. Два радикала глютатиона дают окисленный глютатион. Почему два типа молекул токоферол и глютатион? Ведь все равно мы токоферол потом назад возвращаем в живое состояние с помощью глютатиона. Все достаточно просто. Мы не можем иметь молекулу, которая одновременно хорошо находится и в водной среде, и в липидной среде. А у нас одно из главных уязвимых мест клетки это мембраны клеточные. А клеточные мембраны это гидрофобная штука. Глютатион туда войти не может. И поэтому придумана специальная молекула этот самый витамин Е. Она вы видите сильно гидрофобная. Вот эти вот колечки ароматические они очень не любят воду. И поэтому токоферол хорошо влезает внутрь мембраны там плавает и как раз он защищает в первую очередь мембраны. А окислившийся токоферол так меняет свое положение в мембране что становится доступен глютатиону. И глютатион его назад восстанавливает он назад возвращается полностью в липидную фазу мембраны и там дальше взаимодействует с радикалами липидов или с перекисями липидов которые там могут возникать защищая тем самым мембрану. Ну а глютатион защищает все остальное он может взаимодействовать с любыми другими радикалами которые образуются клетки. взаимодействие глютатиона с другими радикалами приводит к тому что глютатион окисляется и образуется окисленная форма глютатиона. При этом радикалов-то не было но сам-то глютатион окислился и как бы там много его не было 2 мм или больше это все равно мизерное количество для окислительных процессов и для того чтобы система могла полноценно функционировать глютатион нужно непрерывно восстанавливать. Делает это глютатион редуктаза. Я вместо той схемы которую показывал вам для метаболизма для редокс метаболизма взял схему значительно более простую убрал много лишних реакций которые немножко затуманивают суть они все важны но гораздо менее важны чем вот эти базовые реакции которые здесь происходят и мы с вами постараемся на этой упрощенной схеме разобрать что к чему и какие собственно процессы здесь важны или не важны и так все начинается с неприятностей связанных с появлением первых радикалов и в первую очередь радикалов кислорода которые приводят к размножению радикал кислорода может возникнуть в результате фотолиза в результате радиолиза но и как мы с вами видели регулярно возникает в результате окисления гемоглобин и поэтому некоторое количество гемоглобина непрерывно окисляется и при этом образуется супероксид радикал и метгемоглобин гемоглобин с окисленным железом слева тут вот от метгемоглобина показаны некоторые реакции восстановления метгемоглобина не очень обращайте на это внимание этот кусок схемы мы будем рассматривать более полно дальше а пока посмотрим на судьбу супероксида пока мы занимаемся радикалами то вот они нас в первую очередь и будут интересовать значит первая цепь реакций перики извините супероксид радикал взаимодействует с какой-то органикой и образует радикал органического соединения какого-то и это соединения должно быть ну например окисленный радикал липидов его нужно вернуть назад либо в реакции диспропорционирования либо в реакции взаимодействия с некоторым индибитором это ну например витамин Е в результате образуется радикал возвращается назад свое исходное состояние и образуется радикал витамина Е который потом назад кто-то должен восстановить мы знаем кто это глютатион так это одна цепочка реакции она приводит к образованию из супероксид радикала когда он окисляет кого-то образуется как мы с вами видели перекись если это супероксид радикал это чисто водород и здесь никаких перекисей нету то он подвергается нейтрализации с помощью супероксид дисмутазы вот она здесь показана и из этого радикала образуется перекись водорода либо этот супероксид радикал присоединяется к органической молекуле скажем к липиду и образует перекись липида или перекись какой-то органики которая требует своего своих реакций перекись водорода мы видели может поучаствовать в реакции которую катализируется каталазой и часть вернется кислорода назад в исходное состояние а часть уйдет в воду каталаза тем самым замыкает этот процесс и если бы все было связано только с кислородом то вот этим небольшим кусочком этой схемы мы могли бы ограничиться но перекись радикалы которые образуются в ходе этого дела они агрессивны и чтобы их уничтожать используются ну скажем вещества типа токоферола или вещества типа глютатиона которые работают не в мембране а в цитоплазме они дают радикалы окисленные радикалы которые достаточно инертны не очень быстро они вступают в какие-то реакции но с перекисями органическими надо бороться тоже органические перекиси не сильно лучше чем перекись водорода а с ними то что делать оказывается для этого существует еще один фермент который называется пероксидаз этот фермент используют в качестве субстрата глютатион и берет электроны у глютатиона окисляя его восстанавливает молекулу перекиси какой-то органики до ее точнее не восстанавливает а окисляет какую-то молекулу перекиси до конечного окисленного состояния получается окисленный продукт не очень-то это хорошо не назад мы вернулись в исходное состояние а получили окисленный продукт но по крайней мере одно достоинство у этого продукта есть он не способствует размножению радикалов он в этом смысле инертен и поэтому третьим ферментом который добавляется к паре супероксид дисмутаза каталаза является глютатион пероксидаза особенность этого фермента в отличие от каталаза и супероксид оксидаза которые работали сами по себе состоит в том что глютатион пероксидаза использует электроны внешние электроны которые метаболически приходят сюда для того чтобы восстановить те электроны которые забрал скажем кислород через супероксид через перекись все эти потери возобновляются с помощью пероксидаза и берет эти электроны лишние пероксидаза у глютатиона и поэтому глютатион на самом деле напрямую как мы видели в виде взаимодействия глютатиона с радикалами или опосредованно через глютатион пероксидазу вот здесь вот показано глютатион может напрямую реагировать защищая белки скажем SH-группы белков восстанавливая SH-группы белков или взаимодействуя как субстрат глютатион пероксидаза приводить к нейтрализации перекисей органических перекисей и результатом является появление окисленного глютатиона окисленный глютатион это штука относительно безвредная но и неполезная из него ничего положительного нельзя сделать нужно вернуться назад в состояние восстановленного глютатиона у окисленного глютатиона не хватает двух электронов нужно их откуда-то взять и это делает фермент который называется глютатион редуктаза он назад восстанавливает глютатион в его активное состояние и восстанавливает способность этой системы противостоять радикалам то есть впрыск электронов потерянных в результате агрессивности кислорода идет из каких-то метаболических процессов которые замыкаются сюда через глютатион редуктазу а глютатион редуктаза берет эти электроны которые нужны ей для того чтобы восстановить глютатион из молекулы НАТФ-АЖ ну с молекулой НАТФ-АЖ очень близким родственникам этой молекулы мы уже знакомы а это НАТФ-АСФАТ то есть фосфорилированный НАТФ который тоже является достаточно сильным восстановителем он готов легко отдавать свои электроны на какие-то другие процессы в частности электроны НАТФ-АЖ могут попадать на глютатион восстанавливая его а НАТФ-АЖ при этом окисляется превращаясь в НАТФ и процессы в которых уже НАТФ НАТФ-АЖ это та же самая проблема мы опять перенесли проблему с одного места в другое то мы электроны перенесли на глютатион то теперь глютатиона электроны для глютатиона электроны нужно взять еще где-то мы их берем у НАТФ-АЖ но у НАТФ-АЖ в конце концов тоже откуда-то нужно взять электроны просто так ничего не бывает значит эти электроны надо восстановить иначе все равно остановится тем что НАТФ-АЖ весь окислится и эти электроны в эту систему поставляет пентозо-фосфатный путь вот тут вот на схеме множество реакций которые здесь вот ядро этой штуки образует это тот самый пентозо-фосфатный путь про который мы говорили таким образом мы возвращаемся к карте метаболизма и видим что как только мы занялись окислительно-восстановительными реакциями в наше рассмотрение сразу попали те части схемы которые которых нам не доставало во-первых вот эта вот громадная синяя область это окислительно-восстановительные реакции это вот и глютатион и каталаза пероксидаза супероксид дисмутаза и еще множество других вещей и это как источник электронов для всей этой большой вот схемы источником электронов являются электроны над фаш вот он здесь этот фту а он весь образуется вот в этом зелененьком прямоугольничке который называется пинтосфосфатный путь так что оба больших метаболических блока которые не попали в наше рассмотрение оказывается являются реакциями связанными с редоксметаболизмом эритроцитов и эритроцит имеет такой же мощный метаболизм связанный с окислительными процессами с восстановительными я бы сказал процессами окисления происходит само по себе надо все восстанавливать и вот для этого то нужны эти обе метаболические системы и отдельная метаболическая система о которой я упомянул и сказал что мы потом будем об этом говорить это восстановление гемоглобина это кусок окислительных и восстановительных реакций который оказался оторван от синего покрашен красным и сидит рядом с кислородом и это тоже часть этого метаболизма который обязательно должна быть проанализирована и рассмотр на этом сегодняшнюю лекцию мы заканчиваем и к рассмотрению регуляции вот этих двух больших точнее трех метаболических систем метаболическая система защищающая гемоглобин восстанавливающая точнее гемоглобин она не защищающая если уж он окислился она его назад восстановит и система защиты от неприятных от неприятностей связанных с окислением чего угодно и в первую очередь липидов это все оказывается единым объектом для исследования если мы смотрим на процессы с точки зрения клетки и получается что помимо той главной задачи которую мы с вами рассмотрели задача поддержания осматического давления внутри клетки и поддержания стабильного объема клетки это была как бы одна общая задача и множество метаболических процессов в этом участвовали есть вторая может быть не менее важная задача для клетки это поддержание ее целостности то есть поддержание отдельных ферментов в активном рабочем неокисленном состоянии и что самое главное это поддержание мембран в неокисленном состоянии и вот весь этот метаболизм поддержания неокисленного состояния молекул то есть восстановительный метаболизм или редокс метаболизм эритроцита Это вот второй довольно большой кусок метаболизма эритроцита, который на самом деле, как получается из молекулярной карты, ну, в основном охватывает все, что в эритроците происходит. Конечно, еще остается какой-то метаболизм сахаров. Вот тут он сверху в левом верхнем углу, вот это моноза, фруктоза и все прочее как-то сюда попадает, мы это не рассматривали. Есть метаболизм липидов, который здесь вот показан небольшим кусочком в нижнем правом углу, о котором мы тоже будем отдельно говорить. Это все вещи, не попадающие прямо в редокс метаболизм, но о них можно будет и нужно будет поговорить отдельно. Ну, а пока огромная дыра в наших молекулярных знаниях, точнее, информация, которую нам дают биохимики, говорят, вот смотрите, сколько всяких реакций происходит в клетке, а вы говорите, что эритроциту это не нужно. Нужно, и поэтому регуляцию этих процессов мы должны рассмотреть, но опять-таки с точки зрения, которую мы исповедовали с самого начала. Мы будем рассматривать то, как регулируются эти процессы с физиологической точки зрения, то есть с точки зрения защиты клетки в первую очередь. То есть как работают эти системы, как они регулируются, мы должны увидеть, если будем пытаться понять, как эти системы защищают клетку от окислительных неприятностей. Но здесь химия, то есть биохимия и физиология довольно тесно смыкаются, поскольку, собственно, задача физиологическая, защита от окисления, она оказывается и биохимической тоже. Окислительные процессы – это тоже биохимия. Вот об этом мы поговорим в следующей лекции. На этом мы на сегодня остановимся. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Если вопросов нет и вы уже устали, то тогда спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok